Япония поможет Украине пережить эту зиму или готовиться к этой зиме. И вот если можно, давайте немножко об этом. Я читала это и у вас на странице, и в разных средствах массовой информации, причем западных больше, чем украинских. Поэтому, если позволите, давайте на это немножко больше обратим внимание. Ну, конечно, поможет. Разве были какие-то сомнения? Япония с нами, пока мы не победим, и потом будет с нами. И действительно, на протяжении последнего месяца то основное, чем мы занимаемся, это мы работаем над тем, чтобы зиму мы встретили, все-таки имея в резерве генераторы, системы очистки воды, системы отопления. И я очень рад, что этот процесс движется. Об этом заявил премьер-министр Японии, об этом мне говорили министр иностранных дел. И я думаю, что в ближайшее время сейчас идет формирование бюджета на эти цели. И до декабря, я понимаю, что это немножко поздновато, но есть свои правила в этой стране. Но мы получим то, что Япония может нам дать, это будет масса полезных для Украины вещей. Сергей, тогда позвольте перейти к ситуации в регионе, потому что много всего интересного происходит у вас там. Ну, можем начать со съезда Компастической партии Китая. И вот интересно, как повлияло или могут повлиять результаты этого съезда в целом на ситуацию в регионе и не только в регионе. Ну, совершенно очевидно, во всем мире, конечно же в регионе, здесь очень внимательно отслеживался каждый шаг, каждый нюанс, каждое кадровое назначение, новый постоянный комитет, политбюро, кто и куда, и за что будет теперь отвечать. И очень серьезно к этому относятся, потому что, само собой, что Китай в регионе это сверхдержава, это суперсила, которая главный торговый партнер, главный промышленный двигатель, в котором не все хорошо с экономикой на сегодняшний день. Показатели третьего квартала означают 3,9% роста в годовом исчислении. Это маловато для Китая, если не сказать мало. Вот, и поэтому все это, конечно же, отслеживалось. Что хочется сказать по этому поводу? Мне кажется, что никаких неожиданностей не произошло. Мы ожидали, здесь ожидали, и Син Цзиньпинь был избран на третий срок, и к этому относятся как к факту, не критикуя это обстоятельство, потому что это бессмысленное занятие, и важно то, что он сказал. Еще важнее, что он не сказал. Что немножко настораживает, это то, что он слишком много сказал в этот раз о вопросах безопасности, и в частности о том, что по отношению к Тайваню может продолжать оставаться силовая опция. Это несколько странно, потому что для Китая Тайвань это внутреннее дело. И он считает этот вопрос, он как бы решен. Поэтому вопрос только в деталях. Когда какие-то мелкие подробности относительно того, каким образом произойдет так называемое воссоединение. Конечно же, Китай раздражает внешние силы, которые с Тайванем устанавливают отношения. Но не хотелось бы, знаете, есть понимание того, и, кстати, от Соединенных Штатов это прозвучало, что все равно, невзирая ни на какие обстоятельства, будет встреча Байдена с Син Цзиньпинь. Это очень важно. И мне в этом плане, я бы рассматривал речь Син Цзиньпиня и сами события, еще и с учетом стратегии национальной безопасности США, которая, наконец, была опубликована. И вот в этой стратегии четко и ясно, наконец, написано, что Россия это угроза сегодня, это серьезная угроза безопасности, и с ней надо соответствующим образом обращаться. А вот Китай признан государством, которое имеет потенциал и ресурсы, и желание стать сверхдержавой, и с ней поэтому нужно сформировать некий пакет конструктивной конкуренции. Это полностью соответствует тому, как я себе представлял, на сегодняшний день лучшее развитие событий для мира, это если бы Соединенные Штаты и Китай нашли между собой форму диалога, которая бы позволила всем остальным развиваться в этой нише. И не выбирая, как бы, ну, не присягая на, там, знаете, на какие-то, не давая каких-то клятв. Вот я бы так это сказал. Вот я просто хочу для наших зрителей подчеркнуть, буквально на секундочку вас перебить, и сказать, что вы ведь всегда об этом говорили, даже тогда, когда казалось, что это невозможно. Невозможно. Поэтому я вот хочу это подчеркнуть и очень хорошо это помню. Ну, и тогда, извините, что я вас перебила, потому что мне это кажется важным. Ну, действительно, да. Я, понимаете, совершенно очевидно, что Китай ведь не сам по себе. Да, Дэн Сиопин, он открыл эту возможность внутренними политическими решениями, и, но потом ведь триллионы инвестиций, которые туда попали из Соединенных Штатов, японские технологии, японцы обучали китайцев в свое время создавать промышленность, электронную, систему скоростных поездов. Китайцы надо отдать им должное. Все это подхватили, развили до немыслимых масштабов, и уже сами умеют производить, и сами умеют создавать. Но все понимают, что этот процесс был, и, кстати, никто не посыпает голову пеплом. Это вот интересно. Вы знаете, я никогда не слышал, что, вот знаете, зря, вот мы инвестировали в Китай и создали сами себе соперника, а ведь на самом-то деле все выиграли от производства товаров в Китае, от того, что там производились товары дешевые и качественные, и мы продолжаем этим пользоваться. И вот какие бы ни были плохие отношения, кажется, между США и Китаем, но за вот эти вот 9 месяцев торговля США и Китая увеличилась на 50 миллиардов. Более того, она увеличилась, и диспропорция в торговле, то есть дефицит платежного баланса увеличился в сторону Китая. То есть китайцы больше продают в США, чем наоборот. А ведь вся политика Трампа, если мы вспомним, по ограничению введения пошлин и так далее, она была рассчитана на что? Что Китай, то есть что американцы будут выравнивать этот баланс. Сейчас ничего этого близко даже не видно. Продолжает, так сказать, ситуация улучшаться для Китая, он больше продает в США. Но торговля продолжается. Эта торговля колоссальная. Это в годовом исчислении может достичь 800 миллиардов долларов. То же самое с Европейским Союзом. Он тоже сейчас занял осторожную позицию в отношении КНР. Но и там торговля растет. То есть для китайцев есть один союзник, это Китай. Для китайцев абсолютно очевидно, что вот эта внешняя торговля, это основа их экономики. Они не могут никаким образом это нарушить. Поэтому ожидать каких-то там конфронтационных, серьезных шагов вообще нет никакого смысла. Надо понимать, что Китай будет настаивать на своем, но это будет происходить вот тем путем, который мы видели. Да, будут такие серьезные заявления, будут публикации критические, все это будет. Но на самом деле Китай четко знает, что полтора или там даже больше триллиона долларов с западом в торговый оборот, это как бы важно, мягко говоря. И что никакая Россия тут рядом не стояла, ее никто не видел. И она вообще, так сказать, сейчас, ну как бы как она была бензоколонкой, так теперь она китайская бензоколонка. Она свое положение ухудшила. Раньше она была для всех бензоколонка, теперь только для китайцев. Ну, сами выбрали свой путь. Сергей, вот мир накануне встречи Большой Двадцатки, вот уже очень интересно заметили, что Байден наверняка встретится с Си, но он точно не встретится с Путиным. Вот опять об этом было сделано заявление. Вот это вот с точки зрения дипломатии, это важно или не важно? Как это выглядит, как вы это читаете за кадром, подстрочно? Ну, Двадцатка никогда ничего не решала, это неформальное объединение. Оно имеет символическое значение, в отличие от Семерки. Все-таки в Семерке есть механизм шерпов, координации такой серьезной. В Двадцатке этого нет. Слишком разносторонние интересы там присутствуют, и там масса стран, которые между собой просто несовместимы. Поэтому, конечно, этот форум важен. Конечно, если все-таки туда решится приехать Путин, что я очень сомневаюсь, то очень интересно будет посмотреть, как все будет происходить. Но совершенно очевидно, что я даже не уверен, что тот же Китай захочет с ним теперь разговаривать, потому что, ну, возможно, встреча будет, но мы понимаем, что вот эта эскалация бесконечная и повышение ставок, особенно вот эти абсолютно подлые ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры, но это никому не нравится, Китаю не нужна эта. Я это как писал и повторял и говорил, Китаю нужен порядок. Ему нужен его порядок, но он какой-то порядок должен быть. Это конфуцианское общество. Оно привыкло к тому, что есть правила. Эти правила могут не нравиться, но они есть. А Путину никакие правила не нужны. Ему нужна его единственная мракобесия. И вот это то, на чем все стоит. Поэтому он становится все больше таким огромным пятном на мундире китайском. И я думаю, что чем дальше, тем это ближе. Может быть, даже вот сейчас все гадают, что они немножко снизили интенсивность обстрелов. Это ракеты кончились? Или им посоветовали, им наконец объяснили, к чему все это придет? Или он собирается ехать на двадцатку? То есть, как бы, вот есть такие вопросы. Я не исключаю, что он думает. У них в Москве же, там же палата номер шесть. Поэтому они как бы считают, что они выполнили свою функцию. Они всем показали свою гигантскую мощь. Кадыров опять очередной раз, значит, какой-то бред начал нести про то, что мы там всех заберем и так далее. И вот теперь он как бы поедет. И может быть, как бы он на что-то рассчитывает. И опять они начали говорить, что мы готовы, вы заметили, Песков сказал, к переговорам со всеми. Вот мне очень это понравилось. Мы со всеми готовы к переговорам. Ну, пускай переговариваются с Сирией, у них есть партнеры с Северной Кореей. Иран, неплохо, Иран тоже. Иран отлично выглядит, да. То есть, с кем со всеми? То есть, вы хоть кто-нибудь, чтобы с нами сел переговариваться? Примерно так это звучит. Взрослые не будут с ними говорить. Взрослые очень сильно разозлены. Серьезно, по-взрослому. Я это точно знаю. Потому что здесь идут же, Япония как страна-семерка, здесь постоянно идут такие консультации. Отсуществляются визиты, экспертные. И то, что удается, так сказать, узнать об этом, то взрослые страны очень серьезно этим разозлены. Реально. И Германия уже просто окончательно уже поняла, с кем мы имеем дело. И уже, как бы, вы сами знаете, и поставки оружия наконец пошли. И так далее. То есть, реально все поняли, что бесполезно говорить о каких-то вот этих переговорах, каких-то, что Украина что-то должна отдать. Ничего этого уже не будет. Все поняли, что они имеют дело с неконтролируемой абсолютно властью. И просто важно не допустить эскалации. Эскалации, которые все равно Запад боится. Ну, не хочется свою хорошую жизнь подвержать опасности. Поэтому, конечно, месседж по поводу ядерного оружия, месседж по поводу Коковской ГЭС, месседж по поводу Запорожской станции и по поводу этих обстрелов. Россия пытается отвечать месседжем не то про химические лаборатории, они сегодня вдруг вспомнили, уже весь мир смеется просто над ними истерически. Не то про ядерную, про грязную бомбу, это еще больше. Значит, воспринимается как полный идиотизм. Вы, наверное, знаете, что США, Британия и Франция приняли отдельное заявление по этому поводу, что, ну, перестаньте вот эти вот просто чушь эту нести. Ну, какой смысл? Это вообще, во-первых, это вообще не имеет бессмысленно с точки зрения ущерб нанести. Во-вторых, это глупость ожидать, что Украина сама свою территорию будет заражать какими-то обломками, там, каких-то ядерных отходов. Ну, все это настолько глупо, но ТАСС-то это передает. Он это транслирует, и причем серьезным видом. Захарова что сказала? Она сказала, что мы готовы всем заинтересованным странам доказательства представить. Серьезно? То есть вы что, вы серьезно рассчитываете, что ваше доказательство вообще кто-нибудь, я даже думаю, что Северная Корея даже читать их не будет, потому что, ну, ясно же, что это полная ахинея. Но, тем не менее, они пытаются создавать некий фон. Вот этот фон, мне кажется, это для того, чтобы вот так, мы опять сделали эскалацию, и давайте с нами переговариваться все-таки. Вот все-таки садитесь с нами за стол. Не получится, мы опять эскалируем. Но некуда уже. Я думаю, что они уже очень близки к потолку, и когда они в него упрутся, то будет понятно, что они не могут выстоять. Их тоже, я, к сожалению, вынужден видеть в том же Твиттере их заявление. Мы перевели экономику на военные рельсы, мы там резко увеличили производство каких-то там железя. Но, то есть вы серьезно, вот опять же, вы серьезно считаете, что промышленность России способна производить больше и качественнее, чем промышленность западных стран? Я думаю, только западных, уже и восточных тоже. И Корея, Япония, Австралия ведь с нами. То есть вы серьезно? То есть как бы вы совсем не понимаете, что происходит в мире? Но ведь это же, это только на внутреннее употребление. Нам не нужно на это обращать внимание. У нас надо, я думаю, надо делать то, что мы делаем. И хорошие новости не заставят себя ждать. И последовательно освобождать территории. И думать над тем, как мы будем страну отстраивать, начиная со следующего года. Сергей, прежде чем перейти к эскалации, эта тема очень важная, и до эскалации. Но я же не могу не вспомнить. Новая идея родилась в недрах российского политикума. Помощник секретаря Совбеза, ни много ни мало, заявил, что пора заняться десатанизацией Украины. Я даже не знаю. Мертвый, что ли, сдать на склад всем? Нет, проблема в том, что он готов предоставить факты, что в Украине наводят порчу, прости господи. Сто процентов. Я просто даже не знаю. Это же знаю на кого. Ну, то есть, вы думаете, это не серьезное заявление? Ну, тогда пойдем. Вернемся к Аспорту. Ну, я, понимаете, мы же это уже много раз проходили. Нас деноцифицировали, деукраинизировали. Теперь у нас будет что там. Но это все, понимаете, для меня это признак, если говорить серьезно, это признак деградации, уже, наверное, не интеллектуальной. Интеллектуальной все понятно. Мы с вами видели статьи ихних гениев, политической мысли. Уже там понятно, куда все пришло. Теперь это духовная, полная духовная деградация. Она и так никогда не была сильной. Но то, что происходит, то есть, это даже трудно себе представить, до какой степени это все могло дойти, и оно продолжается. То есть, уже вот даже на духовные вещи, они уже не знают, где это дно. И они пытаются, мучительно пытаются найти какие-то на нас, какой-то компромат. И вот этот бред несется в эфир. Это все внутреннее потребление. У нас народная война с НАТО. Наших пленные, которые вернулись, рассказывают, как это Соловьев заявил, рассказывают, что их взяли плен, говорящий на польском и на английском языке. Конечно, мне очень приятно, что наши солдаты говорят и на польском, и на английском, возможно, и на других языках. Но мы же, опять же, мы же понимаем, какая это полная чушь. Но для внутреннего потребления Путину нужно сохранять лицо. Ну вот они и сохраняют. Каждый как может. На перегонки бегают и пытаются сохранить ему лицо. И Гундяев тоже бегает и пытается. Теперь вот придумали каких-то сатанистов. Фашистами мы уже были, бандеровцами от рождения. Ну, хорошо. Сергей, тогда я хочу вернуться к вопросу эскалации и деэскалации. Если Россия эскалировала, все время пытается эскалировать дальше, то мы можем теперь посмотреть, как действует Запад. Вот прекрасное расположение 101-й дивизии воздушно-десантных войск для участия в военных учениях в Румынии. И мы помним, как военный генерал прямо на американском телеканале и сказал, что вот в случае если что, мы готовы перейти украинскую границу. Потом мы это попытались дезавуировать. Но я не знаю, вряд ли военные такого уровня просто болтают, что попало на камеру. И тем более выводят это на экран. Не знаю, тут вы дипломат, может быть, вы объясните, как это бывает. Чуть-чуть дольше задам вопрос. Потом очень интересная история по поводу вот этих испытаний ядерного оружия, да, или как это называется, учения стратегических сил. Вот Россия предупредила Пентагон о том, что они будут проводить свои стратегические учения, и называли это гром. Вот Патрик Рейдер сказал, что это обычные рядовые учения, которые проводятся каждый год. Но с другой стороны, я вот прочла, и для меня это было откровением, я не знала, что оказывается само НАТО проводит уже учения с 17 по 30 октября, и называется это стойкий полдень, целью которых является проверка ядерных сил Альянса. То есть на самом деле идет эскалация со всех сторон. Или это так выглядит? Насколько вот эскалация на эскалацию, и в какой момент это может завершиться? Как вы это читаете, как вы это понимаете? Два из моих трех командировок были, можно сказать, на Ближний Восток, и там говорят так, на Аллаха, надейся, верблюда привязывали. Поэтому, конечно же, все очень серьезно относятся к угрозе ядерного шантажа со стороны России. То, что они не видят условий и процесса подготовки к какому-то ядерному удару, это одна вещь. Но то, что сейчас все уши и все глаза, какие только есть у НАТО и у США, следят за каждым вздохом ракетно-космических сил России, это очевидно. И они очень четко отдают себе отчет. Я думаю, что прошла эволюция. Мы не должны оценивать их настроение по состоянию на февраль месяц. Мы должны понимать, что прошла колоссальнейшая эволюция в их понимании России, в их понимании Украины и в их понимании того, на что способен Путин. И эта эволюция привела их к очень реалистическим оценкам ситуации. Реалистические оценки говорят, что абсолютно возможно, после того, как Украина освободит Херсон, после того, как Украина продвинется в Донецке, то есть вокруг Донецка, и получив соответствующее оружие, сможет наконец отбросить и прекратить вот этот ужас, который в Бахмуте и так далее, значит, они понимают, что нельзя исключать, что кому-то придет в голову все-таки испытать судьбу. И тогда ответ должен быть не просто молниеносный, он должен быть такой, который отобьет охоту вообще продолжать, даже вспомнить о том, где находится курок у Калашникова. И они к этому очень серьезно готовятся, потому что они не могут допустить. И даже вопрос, я бы так сказал, надо понимать, что это вопрос больший, чем просто ситуация в Украине и просто чем угроза какого-то большого количества жертв или каких-то технологических катастроф. Вопрос сегодня стоит о глобальной политике. Будапештский меморандум Попром. И очевидно, что все страны, которые хотят и могут, типа Ирана, Северная Корея, не будут продолжать ядерную программу, и создавать ядерное оружие, никому его не отдадут. Это одно развитие событий. Но даже если у вас есть ядерное оружие, то само вопрос его использования, это не просто должен быть исключен. И вот это уже черта, которую никто, никому не будет позволено перейти. И я думаю, что есть четкое осознание, что НАТО давным-давно как бы не тренировалось по этому поводу, и теперь тренируется. Потому что ответ должен быть. И если только произойдет использование, или что-то случится на Запорожской АЭС, или будет атакована другая АЭС, как южноукраинская, или будет тактическое ядерное оружие использовано хоть где-нибудь, хоть в какой-либо степени, то тогда будет фактическое вступление в войну НАТО, и тогда уже получат они по полной программе, так, как им и не снилось. Я думаю, что генералитет, ну там же не все, как фамилия этого живодера, который сейчас там командует, не все же там такие. Суровикин. Да, там же не все Суровикин. Там же есть люди, которые все-таки обучались в Академии Генштаба, и они понимают, что ни при каких обстоятельствах, ни какие кинжалы против тамагавков, массированного удара, причем это все наводится, там каждая ракета с трех спутников, они не устоят. Это же очевидно. Посмотрите, что одни Хаймерсы сделали, как они изменили картинку. И они не в состоянии делать как бы ответку. И поэтому я думаю, что все понимают, и размещение сил и средств, которое сейчас происходит в Европе, и в Польше, и в Балтии, и в Румынии, оно очень четко рассчитано на то, что если, то есть это как бы все продолжается сдерживание, при этом люди обучаются. Потому что много лет как бы была иллюзия, что нет необходимости. Мы же это знаем. Мы знаем, какое было настроение в НАТО. Сегодня совсем другая история. Совершенно другая история. Поэтому я думаю, что эта эскалация, она пока, это каждый из сторон демонстрирует как бы свои возможности. При этом мы понимаем, что тот хулиган, который со стороны России, он с перечинным ножиком. А с той стороны у них уже очень хорошее холодное оружие, горячее оружие, которое легко против ножика справится. И мы, я думаю, что для нас очень важно, я это особо с большим удовольствием отмечаю для себя лично, это что они не просто нам дают оружие, они обучают наших ребят. Что буквально тысячами они проходят обучение в разных странах, в Британии, в Польше, в других странах. И это очень здорово, потому что то стиль обучения, который принят, стандарт, который принят в НАТО, это очень круто. И это здорово, потому что наши солдаты потом, во-первых, они учатся свои жизни беречь, а во-вторых, они учатся воевать мозгами, а не навалой, как это было со времен Второй мировой. Мы же знаем, что победой великого Жукова это миллионы жизней, накиданных просто, трупами забрасывали, немцев. Сейчас мы не можем себе этого позволить, и это очень здорово. Сергей, вот еще я прочту одну важную, тоже с моей точки зрения важную информацию. Соединенное Королевство договорилось о Европейском Союзе, о возвращении в проект по военной мобильности, который позволяет членам сообщества и их ближайшим союзникам максимально быстро и без лишних препятствий перемещать своих солдат и технику по территории Евросоюза. Очень интересно, что Великобритания перестала быть участником этого проекта после Брекзита, а сейчас она возвращается. И по словам нидерландского министра, это решение в первую очередь связано с российско-украинской войной, и присоединение к проекту может облегчить переброску британской военной техники в Украину. То есть, вот почему я об этом вспомнила? Я помню, что когда Байден пришел к власти, он сказал, что Америка возвращается. И если посмотреть на действия Америки вот прямо сейчас, если за последние дни активность даже посмотреть, то получается, что вот премьер Израиля едет в Америку и привозит подтверждение о том, что русские используют иранские беспилотники. Это очень интересно, потому что до сих пор Израиль как бы выглядел так, что он в стороне. США предлагает вернуться к ядерной сделке Ирану. Байден говорит, что даже если Саудовская Аравия вот и готова помогать Украине, то это недостаточно после того, что она отказалась там сделать снефью в рамках ОПЕК, да. Возможно, Байден встретится с Си. Мы видим, как британский министр обороны совершенно недавно быстренько летит на срочную встречу в Америку. То есть, создается такое впечатление, что Америка действительно, ну, вернулась, может быть, не знаю. Вот как вы это оцениваете? Конечно. Она вернулась. А я добавлю, вот вы рассказали о договоренности между Британией и Европейским Союзом. Такое же точно соглашение подписано между Японией и Австралией, например, о том, что если в случае чего, то автоматически осуществляется допуск австралийских вооруженных сил на территорию Японии. И это тоже все не случайно, потому что загрозы, мы знаем все эти угрозы, мы их много раз уже говорили. И в Азии их тоже оценивают реалистично. Там это не Украина, это Тайвань, но Синкаку и так далее. Но тем не менее, все понимают, что сегодня нужно отказываться от некоторых бюрократических препон, которые существовали. Что касательно Британии, то она вернулась, безусловно. Британия сначала вернулась, еще до того, как США. И то, что авианосец здесь у нас плавал, и то, что британцы нам стали очень сильно помогать, это не только лидерство Джонсона, это еще и попытка, как бы Brexit, ну мы же понимаем, если бы Британия вернулась бы в Европейский Союз, лучше всем было. Но окей, это их решение. Но с точки зрения безопасности, никто Британию не может выкинуть из европейской архитектуры, это очевидно. И поэтому, конечно же, все понимают, что нужно создавать любые, устранять любые препоны, для того, чтобы вооруженные силы любой страны могли очень эффективно и быстро перемещаться, и размещаться на территории другой страны. Потому что угрозы, нет, это все делается в рамках, так сказать, понимания, что мы все союзники, и нет никакой угрозы. Британия не собирается купировать Францию, например. Что касательно США, то США играют сейчас колоссальную абсолютно роль, они реально вернулись, и я, ну если, давайте вспомним просто, и вот эту вялую, непонятную политику Обамы, его нежелание вообще разговаривать о каких-либо силовых, так сказать, силовой стороне вопроса, и его объявление красных линий в Сирии, которое ни к чему не привело, это очень сильно подорвало веру в Соединенные Штаты. Но то, что Трамп творил, мы не будем обсуждать, мы это знаем, опять же, то есть, во всем мире США потеряли свой имидж сильного игрока, который умеет считать, умеет просчитывать, умеет планировать и стратегировать. Сегодня это все для США жизненно важно. Для США понимают, что они вступают в эру конкуренции с Китаем, и эта конкуренция будет продолжаться много лет, она будет разноплановой, и для того, чтобы вокруг США сплотилось все прогрессивное человечество, весь демократический мир, и чтобы вот именно такой западный блок, он даже расширил свои границы за счет новых стран, которые туда, так сказать, войдут, это очень важно. А все смотрят на то, что происходит у нас, все смотрят на то, насколько эффективно Соединенные Штаты действуют. Я бы все-таки хотел, ну, это лично мое желание, не могу это, в данном случае, не официальная позиция, разумеется, но я бы хотел, конечно, чтобы Соединенные Штаты еще более активно действовали, и еще больше, и дальность ракет, чтобы они нам дали более мощную, и чтобы они поверили в то, что ситуация не есть временная, ситуация нашего успеха, нашего наступления, а что так хочет народ, и народ будет бороться до конца, потому что у нас нет другого выхода. И, ну, пока я думаю, что они играют роль такого глобального координатора, и подталкивают все-таки другие страны к принятию решений синхронных с Соединенными Штатами, и что касательно санкций, и что касательно военной помощи, и что касательно бюджетов. И мне кажется, еще более важно, что есть результат. Вот это, мне кажется, важным. И раньше Соединенные Штаты называли, там, значит, не только супердержавой, но, значит, враги наши называли жандармом, вот, но сегодня я вижу, что есть результат, то, что, то, что Соединенные Штаты обсуждают с Европейским Союзом, например, имеет последствия. То есть, Европейский Союз начинает активно брать на себя инициативу по предоставлению финансовой помощи, по предоставлению отдельной страны военной помощи, в рамках НАТО развивается этот процесс. Это очень важно, потому что, на самом деле, мне кажется, что у Байдена нету как раз такого аппетита быть жандармом. Вот, мне такое личное, то, что я о нем знаю, и то, что я много лет за ним наблюдал, потому что, мы были знакомы, когда я работал в Вашингтоне, то я понимаю так, что у него нет аппетита быть таким единовластным, который вот все решает. Они бы хотели коллективных подходов к этому вопросу. И сейчас, вот мы видим, что они такие коалиции выстраивают, и такие коллективные походы появляются. И поэтому и с нами они координируют усилия и тоже хотят, чтобы и мы участвовали в этих процессах коллективных таких переговоров и поддерживают многосторонние форматы. Это все правильный процесс, потому что он о будущем, он о послевоенном устройстве мира. Победить в войне, грубо говоря, могли бы Соединенные Штаты завести еще один авианосец и покончить с этим одним, так сказать, двумя ударами, массируемыми ударами с севера и с юга. Это возможно. А дальше что? А вот какой мир будет после этого? А какая будет Россия? А как будут выглядеть все остальные? Это очень важно. И тут много есть факторов и по замороженным активам. И потому мы все знают, вы знаете, мне очень понравилось, я вот не видел, чтобы у нас на это обратили внимание. Один из аналитиков, здесь японских, из Nikkei, написал, что теперь ближайшая пятилетка будет пятилеткой, это все будет какой-нибудь It's all about yuan. О yuan? Да, yuan. То есть, он имеет в виду, правильно, ключевой момент, ключ к господству США это доллар, это мировая валюта. И он имел в виду, что Китай будет делать любые шаги, которые будут выводить юань на мировую арену, как другую резервную валюту. Китай будет бороться за это. И это совершенно другая история. И вот этот фактор мы должны учитывать, потому что, ну, Китай, то есть, сделали попытку один пояс, один путь. Она не получилась. Ну, как частично она получилась, но возникло слишком много проблем. Я думаю, что сейчас они немножко будут это пересматривать, и оно будет, то есть, тихо опускаться. Какие-то проекты будут продолжаться, но больше это не будет. Мы будем сейчас видеть другие шаги. Они будут пытаться создавать финансовую систему, параллельную с финансовой системой Запада, и создавать коалицию стран, которые будут использовать юань. Вот это важный фактор. Понимаете? И вот тут, вот это послевоенное устройство мира, оно не меньше заботит Соединенные Штаты, поверьте, чем просто наша победа или освобождение, просто освобождение территории и Крыма и так далее. Они молодцы, они правильно говорят. Мы не диктуем украинцам, что освобождать, в какой последовательности. Но мы действуем адекватно по той ситуации. Мы видим, что Путин эскалирует, мы даем лучшее оружие. Мы видим, что он еще эскалирует, еще более лучшее оружие. Если он перейдет черту, это заденет нас, они получат от нас. То есть, мне кажется, что эта позиция, в общем, сбалансированная, и при всем желании, чтобы мы все-таки как-то быстрее, нам каждый день этой войны, это же жертвы, это разрушение, это больно. Но с их точки зрения им важно этот процесс как бы выводить плавно, имея в виду послевоенное устройство мира. Что делать с Россией? И как строить отношения с Китаем? И это нужно делать очень тщательно, потому что, я думаю, они понимают, что победа просто так. Будут какие-то дальше шаги, будут последствия. И вот эти последствия, они должны быть контролируемы. Я не говорю, они должны быть хорошие или плохие, но они должны быть контролируемы. И вот это серьезный челлендж, между прочим, и для нас тоже. Потому что мы же, конечно, в идеале построить на границе, я бы с удовольствием лично поучаствовал в каменных работах шириной в 20 метров и высотой в 150 стену. Но ведь это тоже не поможет. Мы же это понимаем. То есть, надо что-то делать и как-то думать о будущем. И вот это все вместе, мы должны понимать, что эта мысль присутствует в политическом диалоге Запада между собой и с нами. И любое решение принимается именно с этой точки зрения. И это очень хорошо. Главное теперь тайминг. Сейчас в ноябре выборы промежуточные. Посмотрим, что произойдет. И дальше мы начинаем, все начинают готовиться в мире к выборам в США. И вот как это все пойдет, вот это очень тонкий момент, который мы еще увидим, будем об этом говорить. К выборам в США вы имеете в виду президентским. Президентским, конечно. Сергей, вот позвольте к двум вашим мыслям вернуться. Вот все-таки Америка вернулась, и вы привели очень яркие аргументы. Вот считаете ли вы, что для того, чтобы Америка вернулась, по большому счету Украин, война России с Украиной оказалось, ну, я не могу сказать, я даже не знаю, как подобрать сейчас слово, но вот помогла ли Украина Америке вернуться, вот так переформулировано, да, потому что ведь до... Потому что есть коспиологическая теория, что все это придумали, они говорят, что американцы все это придумали для того, чтобы, значит, заработать и вернуться. Ну, смотрите, я скажу так, Украина помогла сама себе, тем, что уперлась и тем, что не сдалась. И мы с вами этим не только гордимся, а это, мы понимаем, что это отвечало внутреннему нашему настроению. Ну, это наша жизнь, да, это наша жизнь. Ну, да, но вот это очень важно, понимаете, на самом деле это очень важно, при том количестве предателей, коллаборантов, которые вдруг обнаружились, ну, может быть, это и хорошо, потому что, значит, раковые ткани и метастазы надо отсекать, их надо удалять из организма. Но важно, что абсолютное большинство народа, оно, внутреннее их понимание было, что мы не сдадим, мы больше не хотим, все, точка, вот не хотим, все, лучше действительно какое-то время потерпеть в тяжелых условиях, мы переживем, обязательно переживем все эти зимы, но надо, этот вопрос надо заканчивать с Россией. И вот это очень важно. Вот этим мы помогли сами себе. То, что Соединенные Штаты построили политику свою в этой ситуации осторожно, ну, это, это как бы для меня сначала было очень большое такое опасение внутреннее, вспоминая вот эти перезагрузки, но я же помню, как, значит, Лавров с Хиллой Клинтон кнопкой нажимали, там, перезагрузки устраивали прямами, вот эти все глупости, я очень боялся, потому что в Вашингтоне есть часть людей, которые считают, ну, вы помните, да, публикации Шарапа, значит, тренда и так далее, до сих пор в Фейсбуке правильно абсолютно делают, вывешивают скриншоты его публикаций, что поставки оружия Украины не дадут никакого результата и спрашивают, а где теперь Шарапа, он все еще работает в ренде? То есть, как бы, вот эти все люди, которые это все писали, ведь были такие настроения, а не влиятельные, нельзя сказать, что их никто не слушает, были такие настроения, что, ну, зачем нам ввязываться в это все, не втягивайте нас в эту войну, есть, у нас есть более глобальный вопрос, у нас ограничение ядерных вооружений с России истекать будет скоро, значит, нам надо переговоры с ней ввести и так далее, не втягивайте нас в эту войну, это ваши проблемы, вы сами себе все прохлопали, ведь это же бы не случилось, и вот это, и вот это очень важно, и вот тут, я думаю, они поняли, что в данной ситуации они не могут себе позволить роскошь, не обращать внимание на такое грубейшее, вопиющее нарушение международного права, и то, что они стали активно нам помогать и шаг за шагом наращивать помощь, это заслуга в первую очередь наша, безусловно, но дальше, конечно же, есть фактор внутренней политики в США, он всегда был и он остается, и тут очень много есть нюансов, я не хочу в это глубоко вдаваться, потому что есть люди, которые более тщательно следят за СССР, чем я, то есть те, кто там работают и те, кто понимают детальнее, но мы знаем, например, что украинцы традиционно придерживали республиканцев, и что мы знаем, что демократы не всегда делали все идеально, и можно вспомнить историю про то, как при Клинтоне, Ельцине, фактически, Путин стал президентом, и Соединенные Штаты как бы об этом знали заранее, известные вещи, так сказать, опубликованные в библиотеке и Клинтона, так сказать, для всеобщего обозрения, кто хочет, может найти и почитать, но сейчас мы видим взрослую политику, и оказалось, что Байден, Салливан, Эмили, они и министр обороны США, то есть они все оказались адекватной ситуацией, и они видят, что происходит, и они понимают, что нужно помогать, и вот тут, конечно, возникает вопрос, в какой мере и как ситуация вот в Украине будет использована во внутренней политике. Честно вам скажу, вот мое личное мнение такое, что желательно, чтобы она не использовала, желательно, чтобы было бипартизан поддержка, то есть обоих партий, и чтобы было ясное понимание, что есть вещи, которые вне сиюминутной политической борьбы в США за Белый дом, что политикам должна быть абсолютной. Вот это, кстати, то, что мы видим в Британии. Вы видите, был Джонсон, был Алис, теперь новый пример. Что говорится? Говорится, никакого отката назад не будет. Полный эффект. Да, и с большим беспокойством следили за тем, что происходит в Италии. И мы понимаем, что пришли правы. И что сказано? Мы никуда не отъезжаем, мы продолжаем. Вы знаете, я как бы прямо удивлен, потому что там же вице-премьером работают и там на других должностях ребята, в общем, которые такие были явно как бы правые. Но сейчас мы видим, что есть последствия. Вот это очень важно. Мне кажется, что сейчас это уже будет виртуозная, должна быть виртуозная работа внутри США, потому, чтобы объяснить, что в данной ситуации это не демократы инвестируют в Украину, это не демократы принимают решения, это принимает Конгресс и принимают двумя палатами, и при этом речь идет о фундаментальных принципах. Вот об этих фундаментальных вещах, если мы увидим разговоры и мы увидим диалог в середине США, это очень важно, что надо показать американскому народу, который очень занят своими личными делами, традиционно, показать, что речь идет об инвестициях в будущих фактически. Это как, знаете, я японским компаниям, которые упираются, они хотят выходить из рынка, я вам говорю, потеря выгоды в России сегодня, это не потери, это инвестиции. Понимаете? Вы инвестируете в будущее, потому что, когда Россия станет нормальной, вы не только заработаете эти деньги, вы заработаете в 10 раз больше, но вы будете спокойно заниматься бизнесом, а не постоянная головная боль, что вы финансируете фашистский режим. Так точно и в США. нужно объяснить людям, что это инвестиция, что мы говорим сегодня о будущем вообще мирового порядка. И как США эту ситуацию обыграют в Европе, как они смогут эту ситуацию построить и новые взаимоотношения, будет зависеть от того, что будет в Азии. Потому что все продолжают говорить, продолжает это утверждаться, и в национальной стратегии США это все-таки написано, что основная головная боль это Азия. И здесь важнее всего, потому что здесь половина мира мировой продукции производится и потребляется, и здесь колоссальные интересы всех основных игроков, поэтому очень важно здесь ситуацию держать под контролем. Поэтому я думаю, что ответ на ваш вопрос он такой сложный, это непростая вещь. нельзя утверждать, что каким-то образом мы повлияли, но повлияли результаты наших побед. Влияло то, что украинцы оказались значительно более сильными, чем это оказалось всем снаружи. И сейчас важно дальше вот эту четко продолжать эту линию, очень строго выстраивая свои отношения, свой месседж. Дальше у нас надо отстраивать страну, и как мы построим этот процесс. Вы знаете, в эти дни в Германии проходила конференция соответствующая, и я думаю, что эта работа будет продолжена в следующем году, уже когда семерку возглавит Япония, и я очень рассчитываю, что здесь будут такие идеи, мы работаем тихонько на экспертном уровне с политиками, с теми, кто формулирует идеи, для того, чтобы эти идеи были для нас очень важными и правильными в том направлении, в котором мы хотим, то есть закончить войну и приступить к видбудове и модернизации Украины. Вот я бы так это сказал. Сергей, спасибо вам огромное, спасибо, что нашли для нас время, это тот случай, когда хорошо, но мало, еще могли бы поговорить пару часов, но придется перенести на следующий раз, наверное. Спасибо большое. Спасибо вам, как всегда, очень приятно в вашей программе участвовать. Спасибо. Сергей Корсунский был сегодня с нами на связи, за что мы им очень благодарны. Конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok